всем привет у нас окно открыто лиску немножко укачала мы сейчас ехали по таким горкам что что что-то а ой мусор просто валяется короче говоря мы наконец-то выбрались в дорогу в путь мы наконец-то едем а то мы все лето работали работали сидели дома ну наконец то в общем мы едем в канаду на свадьбу вот настал этот день по очень красивым дорогам как обычно тут у нас ехать нам всего три часа до канадской стороны до ниагарского водопада куда мы хотим попасть делала я маникюр такого красивого цвета не главное потому что это не гель главное чтобы он не сыгрался до завтра свадьба завтра очень мы едем тут вдоль озер нам ехать три часа надеюсь что без очереди мы попадем нормально на ту сторону и тогда погуляем там возле водопада ну что смотрите дюйти фри бекту юэсэй тюкена да и вот вам пожалуйста канадская граница очередь небольшая он еще до оттуда пытается заехать но все равно небольшая мы стояли когда ехали из канады в сша была прямо о нет ну так и как мы забежим дюйти фри да какая разница дюйти фри должно быть одинаково не рождение не рождение сейчас поедем через границу смотрите сколько машин стоит в штаты а мы ой смотрите вот тут красивенько а там водопад а там водопад а мы уже в канаде ладно короче вот это вот таможня то было просто платная жорик уже гимн канады знает наизусть а лиза читает мы тут лиза значит говорит что нужно срочно петь гимн канады на границе чтобы нас пропустили в общем лиза поет ну давай он туда а потом налево жора ты мелодию знаешь давай скажет снимаете так ну что мы в канаде мы с канадской стороны от ниагарского водопада и это впервые так тут где-то дюйти фри было да с этой стороны вот мы видели через когда были в америке через дорогу от на канадской стороне было написано дюйти фри показывает это что дюйти фри вон она сверху почему-то смотрите мы в канаде тут по-другому газончики сделаны он казино видите башня какая шератон а где наверху ресторан интересно вот на той башни а лифт ездит да интересно может поехать как вы думаете тут парковку что я нашел аж там она она ну смотрите все люди как едут с парковки наверно аж оттуда а вот видно смотрите водопад видите по-другому смотрится на вот тут куча людей прям больше даже чем в америке вручить и тогда еще по так и все как и искать я-то установила но еще не хочу сколько еще одну миллион один искать да мы в канаде вот зайдем сейчас посмотрим если тут есть машин стейшн да это называется машин 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 рум рум это как у нас хотела сказать фитеррум реструмс а тут башни тут еще какое-то такое здание и потом пойдем смотреть в водопад до сих пор не могу допить 2 тогда будем ждем пока я допью а там хоть есть пойдите проверьте если там есть вашим румс а да я тут не хочу а внутри гляньте день смотрите какое дерево интересную там прямо можно залезть как в шалаш так это еще не водопад это америка смотрите как тут дурненько все такая водичка чистая мы когда-то здесь были вода была желтая после дождей сейчас кстати очень много дождей было таких сильных поэтому она бурная но чистая красивая и водопадом какого цвета там льется бирюзовый сейчас мы его обойдем раньше мы стояли вот там а сейчас мы будем смотреть на него с другой стороны это подкова с этой стороны сейчас мы будем его изучать смотрите тут фуникулер ездит в вагончики вверх-вниз чтобы в отели в эти попасть и на казино и отели тоже а на ту башню интересно можно забраться понятно что все за деньги но просто цена вопроса а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 с канадской стороны, а мы в синих были, с американской стороны ехали. Относит его так, да? А здесь вся подкова видна. Короче, Жорик спросил, а когда мы будем кушать, а тут как раз кафе, и мы решили посмотреть, что тут цены такие, немножко выше среднего, но терпимые, и вот мы думаем, как нам зайти сюда. Ну места вроде бы есть, какие тут входы. Посидим как раз пару часиков, а потом… Вот это есть кафе, а там именно ресторан. Найдемте ресторан. А, туда зайти надо, да? Не, ну тут кафе, а там именно ресторан. Тут такие снеки, все отсюда выходят. А цены ресторанные, ты смотрела, или кафешные? А, я не знаю. Я же поделал сэндвичи, я думаю, это ресторан. Лиз! Лиз! Там именно кафе, а где-то на ресторан. А может, нам кафе лучше? А, хорошо. Я лучше ресторан. Ну, нам цены нужно тоже, как бы, знаешь. Она будет меня бить. Лиза хочет бить тебя? Может, ты иногда и заслуживаешь такое. А вот я на мой карму пока использую. Так, смотрите, вот сюда ходит лифт, причем лифт внешний, он тут идет наверх. Вот это 65 долларов, вот это. А, значит, там в кафе. Энтренс там, это основное, дезерт. Идем в кафе. Идем в кафе. Слушайте, ну я тут сижу с детьми. Мы заказали бутерброды, мы в ресторан не пошли, потому что в ресторане там из трех блюд нужно первое, второе, десерт. И вот это вот все. Так быстро, да? И сейчас покажу на... Что мы смотрим здесь. Так, вот у нас тут вид. Мы видим Ниагарский водопад перед нами. Мы видим... Слушайте, только что была радуга за Жориком, ее нет. Куда она делала? А, вот она радуга немножко, не такая яркая. Радугу и еще больше водопада, подкова. Да, радуга то яркая, то яркая. Видно, от солнца зависит. Ну и заказали, мы бутерброды. Все, будем оберать. Здесь такие интересные люди ходят, нарядные. Такие видно из Индии, не знаю. Они нарядно одеты и ходят, как модели фотографируются. Смотрят вдаль, так прямо пытаются что-то изобразить. Красиво оделись. Интересно, может какие-то знаменитости индийские приехали здесь, знаешь, над полей Ниагарского водопада, мы их не знаем. Может это Болливуд в самом лучшем его проявлении, а мы не знаем. Ой, смотри какой собака, присол. Смотри какой. Подстриженный, ага, такой высокий. Морда такая. Так, мы все еще сидим, мы ждем цветового шоу. Водопад должен подсвечиваться разными цветами. Мы никогда этого не видели, хотим уже увидеть, поставить галочку на этом вопросе. Поэтому мы сидим еще ждем. Причем на американской стороне солнце светит еще. Тепленько у них. А мы уже тут подмерзаем. Тут уже не в куртках уже ходят. Тут в курточках уже ходят. Вот что значит Канада. Ну просто вот высокие здания и, короче, солнце на них зашло и все. В день я себе уже горячий кофе взял. Жорик с Лизой пошли за горячими напитками. Ну я решила ничего не брать. Ну думаю может зря. Будь здорова. А может и зря. Может и зря. Может я уже сейчас заболею вот-вот. Ну зато насмотримся уже на водопад. В принципе он нам уже не в диковинку. Но с этой стороны он прикольный. И что мы заметили, что вот на той стороне, видите, там нужно подниматься, проходить. Потом там нужно вдалеке, то есть вот эту вот часть эту, ее нужно проходить. Потом обходить. Потом, чтобы к этому водопаду прийти. Вот к этому. Нужно делать круг через парк. Вот. А здесь просто ты идешь. Как бы такая набережная вдоль этой реки. И все. И смотришь на водопад. Никуда не нужно вверх-вниз. Никакие лестницы, ступеньки. Холмы, подъемы. Обходы. Ничего. Просто вот вдоль водопада прямо идешь. Очень удобно просто идти и наблюдать за ним. Вот. Такое наблюдение. Подмерзаем. Мы здесь подмерзаем. Сейчас уже где-то через полчаса должно начаться шоу. Ну, хотя светло еще. Я не знаю. Но это не шоу. Это просто будет подсветка. Ну, что, вкусно? Покажите хоть, что вы там купили. Сравно кушать с деревянным. Деревянное. А, вот такое-то, как керат? Чиский. Керат. А можно мне просто хлебнуть с твоего hot chocolate? Ну просто нормально. Потому что оно hot. Ну, это очень горячее. Ну да. Ой, нет, не очень. Но он такой сладкий. Мужчина. Мужчина. Какао обычно называют hot chocolate. Горячий шоколад. Надо тут вытереть. Тут столько разных людей ходит, разных конфессий народов. Знаете? Вон, водопад какой красивый. Что они не идут? Вот они идут. Это видно монашки. Я папу снимаю. И тебя снимаю. Конечно. С веревками. Да, монаш. Хороший. Сынковные женщины. А мама говорит, что они фрики какие-то. Это ты говоришь. Я боюсь. Вот что они пошли в бар? Или они в туалет пошли? А им можно ходить в общественный туалет? С монахиней нельзя ходить. Не знаю. Наверное, нельзя выходить из церкви. Это не мужской. Из монастыря нельзя выходить. Причем эти поясанная неверевка. Такие католические монахи. А им можно выходить из монастыря? Да. Узнаю, они пойдут. Им же нельзя замуж выходить. Или это у нас если в монастырь, то все, сел и сидит. Нет, они тоже. У них тоже. У них и священникам они взяли замуж. Ну, замуж нельзя. Никогда. Там попросы. А, попросы. Они какие-то неправильные. В монастырь это ты ушел, это и отшельник. А это уже какой-то немонастырь. Они ходят, людям помогают. А мне кажется, люди должны к ним приходить. Нет? Может какой-то странный вообще человек. Смотрит подозрительно. Пришли мы Лизу утеплить, купить ей худи. Может и Жорику тоже. Так тебе холодно. 6-7. Давай мяч инсайд. Мяч инсайд один из этих. А, нет, это как треная. Ну, куда ты худи мои покупаешь? Это канадский, это канадская, это канадская. Это вообще не канадская, это европейская. А вот это сколько стоит? Хочешь только у Канады на агрофон? Да. А правда без капюшона. А у нас 100% уже стоит. 70. А вот с капюшоном наверное дороже. 80. 80. 80 для рыбин. Это большая какая-то такая. Да это очень дорого. Я могу такой канадский купить. Вот эти, смотрите, вот эти дешевле. Вон там где на агрофонс написано. Вот эти классные. Еще еще. Жор, мы теплые еще. Вот эти 50 стоят. Вон. Они тоже неплохие. О, глянь. Мужика хочет. Смотрите. Вот это тоже прикольное, нет? Да. Я люблю, где кейнерат, но еще в кейнерат англистики. Да. Конечно. Жора, ты любишь серый цвет. Не хочешь такое? Не хочу. Вот такую. Наши лиса, правда, станут. Тут, наверное, на мой размер. А тут XL. Ага, XL. Ну, это, наверное, твоего размера и есть. Да? В целом. Вот ты серый любишь, видишь? А, вот эти вот 50 стоят. Ну, тут просто написано Niagara Falls. Size small. Не, ну там разные есть size. А, да. Ну, это классно. Классно? Size large. Ну, это Niagara Falls. Там есть канадский флаг тоже. Сколько ткань? 50. Ну, это 60. Ну, Лиза хочет тушу за 60. Я не хочу вообще. Я не хочу вообще. Тебе нравится? У меня их так много. Померить хочешь? Тебе сейчас надо что-то утеплиться. У тебя холодно, и ты болеешь. Мне не холодно. А пошли посмотрим, что холодно ты же говоришь. А, ну пошли вот тут еще посмотрим. Можно это взять? Хорошо, берем. Разрешусь. Нет, это не очень. Это не очень. Ох, какие золото-бриллианты. Так что я у себя не буду делать всякая камня. Так что я буду делать, это наши камни в подвале. Я попробую. Померю. Дорого все вообще. Нормально? Может тебе и XL взять? Это L? Да. Да. А? А как XL? Ну, это прям сейчас, да. Это окей. Нормально. Лизе отдаст. Лизка, ну хочешь красный? Иди возьми. С листиками. Ты думаешь, он в них не утонит? Да? Так у него широкая нога как раз. Забыли Жорику кроссовки. 70 это стоит, а не 60. Ну, в общем, зашли мы, чтобы купить Лизу, потому что Лиза мёрзнет, она на носку полела. Вот только Лиза отказалась. И кому мы купили худи? Жорику. Слушай, этот не откажется, да? Покажи, как он. Красивая. Она чуть-чуть. Ума не так на мне большая. Нормально. Она тёплая, да? Ты его чуть-чуть подверни. Натягивай на высоту. Вот так, чтобы было чуть-чуть. Она очень тёплая, я почувствую. У неё как перья. Она с ночосиком, да. Да. Всё, Жорику теперь тепло. А Лизка будет мёрзнуть. Иди. Да, хорошая. Да, хорошая. Ну, 45 долларов американских. На закате дня. На закате дня. О, смотри, сейчас будут пропускать. Всё, вот, вот тебе идёшь. Довольны? Вон, смотрите, лифт ползёт на верхушку. У нас наконец-то всё темнеть. Но почему-то водопад ещё не зажёлся. Мы ждём, чтобы он уже начал подсвечиваться. И пойдём уже в машину. Вот видите, и здесь свиньи имеются. Вот, пожалуйста. Вот это вот всё. Вот это вот всё. Прямо напротив красоты такой. Да. Мы стоим и ждём уже полчаса, пока загорится разноцветное освещение на водопады. Но каждый раз, когда мы проверяем время, сначала было написано 7.30, потом 8, Жорик нашёл расписание. Теперь Лиза нашла 8.30. Мы уже, короче, будем час стоять, чтобы вы видите, да, освещение. 7, разве не 7.30? Ну, с другой стороны, ну, когда мы его... Мы же специально сюда не будем приезжать, чтобы его посмотреть. Ну, типа, ещё полчаса ждать. Посмотрим, если через полчаса включат. Я вам хочу сказать, что на нас всё время идёт моросящий дождь. Это не дождь, конечно, это вот эта вот пыль из водопада. И у меня волосы просто. Это при том, что я их помыла таким шампунем разглаживающим и ещё побрызгала таким специальным спреем. Волосы, конечно, я не знаю, где завтра, как мне накрутиться и как сделать так, чтобы они потом не распушились у меня. Мне так не ходить на свадьбе в таком виде. Ну, в общем, сидим и ждём вот с таким вот видом красивым. Уже присели, потому что стоять уже устали сколько можно. Ну, и не знаю, если сейчас через 20 минут не включится, пойдём уже потихоньку к машине. Не знаю, может они сегодня все решат, не включать. Но люди вроде собираются смотреть. Ну что, мы тут уже, наверное, пятый раз, если не больше. Но на канадской стороне мы впервые. Нам тут нравится. Здесь намного легче как-то удобнее всё это обозревать. Вот, хотя он течёт как бы с американской стороны. Его можно прям вот он рядом с тобой, когда ты в Америке на водопад смотришь. Но с канадской он лучше виден. Просто ты смотришь его, вот его очень хорошо видно. Подробно, что там, хотя там и на канадской там можно стоять. Ну, на канадской можно стоять, да, в самом начале. Ну, вот на американском, ну, так как бы и всё выглядит. Так вот просто как бы сбоку на него смотришь. Ну, и вот там вот, где подкова, на американском тоже как-то можно немножко с отдаления, но здесь прям всё видно. Ну, так, ждём с собой. Так, смотрите, цвет ещё не зажёгся, но подсвечивают уже светлым. Причём по макушке, да? Даже видно. Да. Ну, движ только верхний слой. Может, такой будет? Может, такой будет. Может, и в нижнем это есть, но мы не видим из этого. И с запись будет. Я думаю, что... И мне кажется, что и пад должен быть цветным тоже. А она будет как-то дневнее, что вы лезете, да? Ну, они, наверное, будут подплывать потом и смотреть на цветное вот это всё. Ну, всё, я так понимаю, вот это мы и дождались. Чем темнее будет становиться, тем ярче и многоцветнее, я думаю, это всё будет выглядеть. Ну, вот врахушка явно сейчас подсвечена. Особенно вот тут вот хорошо видно. Красиво. Такой белый-белый. Хотя я думала, что он будет разноцветный. А, это канадский флаг, да? Ну и вот, и мы обнаружили источник подсветки. Ну, это один из, я думаю, изнутри тоже. А, это как и не было. Вот, видите, откуда светит? А может, то, что Жорик решил, что подвескнул, или то что-то типа это важно. Можем. Ну, там-то светит, и тут просто нормально. Очень брызгает всё. Вода и всё это, вся камера обрызганная. Видите, это американский флаг. Вот это где синяя, красная-белая полоска. А это канадский флаг, красно-белая. Вот представьте, не было бы огней, ничего бы не было. Просто идёшь, и где-то в темноте что-то шумит. А так пойдём по такой набережной, и рядом водопад. Его можно увидеть, не только услышать. О, опять белый стал. Они видно будут выключать, отключать, выключать. А, ну просто прожектор по нему синий гуляет. Видишь? Сука, видишь? Наверное, у меня разрядится сейчас телефон. Мы пришли в отель. Холодно! Холодно здесь? Холодно, Денисун. Телефон и зубер. Что это? Холодно, Денисун. Ага. А где тут свет включается? Сейчас. Это обычно нету, наверное, лампы. А, дверь вот так вот двигается взад-вперёд, что ли? А вот, на 68, на 70 установлю, да? А туалетная дверь вместе со шкафом на двоих такая. Правда? Да. А то плохо, всё слышно будет. В смысле? Закрывать её просто надо. Ну так она не плотная. Так это мы. Всё, мы приехали. Будем отдыхать. Новенький отель, да? Будем отдыхать. Новенький отель, да? Новенький отель. Новенький отель